Несколько дней назад Следственный комитет Российской Федерации передал в Генеральную прокуратуру и Государственную Думу материалы на депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова от фракции «Справедливая Россия», которые говорят о том, что он нарушил закон, совмещая одновременно депутатскую деятельность с коммерческой. Следственный комитет установил, что Гудков являлся учредителем и фактически управляющим рынка в Ближней Подмосковье, строительного рынка. Более того, Гудков не просто являлся владельцем этого рынка, но он и приобрел этот актив, уже будучи депутатом Государственной Думы. Все это нарушает как Конституцию Российской Федерации, так и закон о статусе депутата Государственной Думы. Наиболее вероятно, что с началом осенней сессии Думы, а это будет в сентябре, будет поставлен вопрос о лишении депутата Гудкова депутатской неприкосновенности, для того, чтобы следствие по данному вопросу могло быть завершено, ему были предъявлены обвинения. Разумеется, сам депутат Гудков и его коллеги из фракции «Справедливая Россия» заявили о том, что действия Следственного комитета мотивированы политически. То есть они связали это с неким политическим преследованием Гудкова за его протестную деятельность, за его участие в митингах, за его участие в организации митингов. Напомню, что ранее основной бизнес Гудкова связан с охранным бизнесом. Гудков является владельцем одного из крупнейших, являлся, по крайней мере, владельцем одного из крупнейших частных охранных предприятий России, Аскорт. Ранее, скажем так, Аскорт столкнулся с некоторыми проблемами. У него была отозвана лицензия на владение оружием из-за некоторых технических несоответствий хранения этого оружия. И затем Гудков заявил о том, что продал это частное охранное предприятие каким-то своим конкурентом по этому бизнесу. Стратегия поведения Гудкова и его коллег, на самом деле, вызывает несколько вопросов. Даже если предположить, что действия Следственного комитета мотивированы политически, это не отменяет того, что в данном случае Гудков явным образом нарушил закон. И сам Гудков, что самое интересное, фактически признается в том, что он действительно сознательно нарушил закон Российской Федерации, говоря о том, что, мол, нарушение было несущественным. На самом деле, это такая достаточно странная формулировка, потому что либо ты нарушаешь закон, либо ты его не нарушаешь. И даже если дело было возбуждено по каким-то политическим мотивам, это не отменяет того, что закон нужно соблюдать. Тем более, это нужно соблюдать представителям оппозиции, которые изначально, по крайней мере, следуя их собственной риторике, находятся в уязвленном и отчасти в более негативной ситуации по сравнению с представителями, например, партии власти. Мы же видим какую-то странную ситуацию, когда представитель оппозиции, с одной стороны, говорит о том, что партия власти регулярно нарушает закон, чиновники нарушают закон, но при этом сами оппозиционеры отказываются его соблюдать, говоря о том, что им этого можно не делать. Подобная некая двусмысленная ситуация, на самом деле, уже, насколько мне известно, вызывает вопросы в самой фракции «Справедливая Россия», где к депутату Гудкова отношение несколько неоднозначное. Я напомню, что вокруг Гудкова достаточно часто происходят политические скандалы. Один из этих скандалов был связан с тем, что Гудков фактически открыто претендовал на пост лидера партии, заявляя о том, что для самой «Справедливой России» будет лучше, если Миронов не наберет высокого результата на президентских выборах Российской Федерации. Напомню, что именно разговор подобного содержания был слит в интернет, и Гудков на эту тему разговаривал с представителем несистемной оппозиции Владимиром Рыжковым. Поэтому, скажем так, есть некоторая вероятность, что даже коллеги из фракции «Справедливая Россия» не в полном составе будут возражать против лишения депутата Гудкова депутатской неприкосновенности. А другие фракции подавно, потому что «Единая Россия» уже заявила о том, что, скорее всего, она полностью поддержит лишение депутатской неприкосновенности. Другие фракции, скорее всего, их мнение разделится по данным вопросам, но не исключая того, что ЛДПР тоже поддержит лишение депутатской неприкосновенности Гудкова. На самом деле, лишение неприкосновенности – это не единственная проблема Гудкова. Напомню, что «Единая Россия» намерена внести осенью в Госдуму законопроект, который предполагает наложение существенных ограничений на депутатов Государственной Думы и чиновников в части владения зарубежной недвижимостью и счетами за границей. Можно сказать, уже известно о том, что ранее Гудков был замечен в том, что он крайне активно инвестировал в зарубежную недвижимость. В частности, он был инвестором строительства коттеджного поселка в Болгарии. Есть предположение о том, что это не единственный его иностранный проект, и, скорее всего, Гудкову сейчас придется и его семье. Напомню, что его сын является тоже депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Конечно, он это сделал, стал депутатом, потому что он очень молодой и очень перспективный человек, а совсем не потому, что его отец является одним из основных спонсоров партии. Нет, не думайте об этом. И, скорее всего, теперь Гудкову придется одновременно как-то спасать свой депутатский мандат, и при этом через... Я не могу утверждать, что он это будет делать через офшоры, конечно же, но каким-то образом избавляться от своих зарубежных активов. Кстати, особая пикантность этой ситуации заключается в том, что, я напомню, после выборов в Государственную Думу Геннадий Гудков открыто заявлял о том, что он намерен отказаться от своего депутатского мандата. Однако прошло с выборов в Государственную Думу, если мне не изменяет память, прошло уже более полугода, а депутатский мандат все при нем. Поэтому я не исключаю то, что, в принципе, его коллеги по Государственной Думе должны выразить некую солидарность с депутатом Гудковым и помочь ему выполнить его обещания. Если он не может справиться с этим сам, то нужно все-таки протянуть руку помощи своему товарищу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok